В бывшей детской, а теперь уже комнате школьника, лучше всего обустроить отдельные места для сна, для хранения игрушек и вещей, для досуга и для занятий. Такое зонирование поможет ребенку правильно организовать свой день и сосредоточиться на конкретных задачах. Если площадь комнаты не позволяет организовать пространство именно таким образом, помогут универсальные комплексы. При их выборе, так же как и при покупке отдельных предметов мебели, первое на что стоит обратить внимание – высота столешницы. Если она не регулируется, то важно подобрать правильный стул. Самая маленькая – это 50 сантиметров, 55, ну и максимум – это 80 сантиметров, то есть выше его не надо делать. Если стол стандартной высоты, возьмем 75 сантиметров, то стул обязательно должен регулироваться по высоте, чтобы ребенку было удобно сидеть. Для ребят начальных классов не стоит выбирать крутящиеся модели стульев, дабы не отвлекать от уроков. Чтобы ребенку было удобно сидеть, его ноги должны иметь опору и не висеть в воздухе. Мягкое и неглубокое сидение, наклонная спинка, регулирующаяся по высоте, обязательно с небольшим изгибом в области поясницы. Стул с такими параметрами поможет избежать проблем с осанкой. Неправильный подбор мебели может привести к тому, что ребенок будет располагаться в пространстве неправильно, будет принимать неудобную позу, в процессе которой возможно развитие различных отклонений, развитие сколиозов и нарушение осанки. В целом, если ребенок здоров и не имеет никаких предрасположенностей, такие нарушения могут развиться достаточно быстро в течение одного учебного года. Врачи-ортопеды также советуют учитывать и постоянный рост ребенка. Габариты мебели должны меняться вместе с ее хозяином. Чтобы не разориться на ежегодной смене стола и стульев, можно подобрать растущие модели с возможностью регулировки. Они будут дороже, но прослужат дольше. Использование специальной ортопедической мебели желательно, но не обязательно. Если все-таки именно такая будет стоять в рабочем уголке вашего школьника, важно правильно разместить учебные принадлежности. К примеру, если компьютерный монитор расположить выше или ниже уровня глаз ребенка, то весь ортопедический эффект пропадет.